Добро пожаловать! Сегодня представляю вам моё новое видео, посвящённое самым популярным играм для средних ПК. Если вы обладаете компом средней конфигурации и ищите увлекательные развлечения, то вы попали на нужное видео. Я собрал для вас список из 10 игр, которые без проблем запустятся на вашем ПК и подарят вам часы незабываемого геймплея. Готовы узнать какие это игры? Тогда пристегнитесь, поставьте лайк и начнём наше путешествие по миру игр для средних ПК. Ах да, чуть не забыл, не все эти игры бесплатные, но вы всегда можете купить их по хорошему дисконту в магазинах, ссылки на которые оставлю в описании. Lays of Fear 2 – приключенческий квест с элементами жанра хоррор. Это уже вторая часть знаменитой серии игр, где тебе предстоит побороться за жизнь главного героя. Все действия происходят с видом от первого лица, что позволит тебе с головой окунуться во всю суть происходящего. Из особенностей стоит выделить стилистическую подачу игры, которая отработана наилучшим образом. Проект представляет из себя как графическую новеллу, так и симулятор ходьбы, где ты отправишься на исследование фантастического мира и постараешься разгадать все его тайны. Игра познакомит тебя с главным героем, который уже на протяжении долгого времени страдает от расстройства психики. Тебе постоянно приходят всевозможные галлюцинации и необъяснимые явления, справиться с которыми непросто. Ты станешь частью эпохи 20 века, где мир вокруг тебя будет точно прорисован соответственно тем временам. Всё вокруг тебя будет стремительно меняться тогда, когда ты столкнёшься с магическими атаками. Монетер. Увлекательный игровой проект, разработанный в жанре RPG, который включает в себя многопользовательский режим. Здесь ты исполнишь необычную роль. Роль жёсткой, свирепой и требующей свежей крови акулы, которая отправляется на просторы открытого океана с зажелаемой добычей. Событие игры отправляет тебя ещё в самое начало жизни главной героини, которая ещё не обладает особой силой, ростом и навыками. Ты отправляешься в далёкое плавание по всевозможным подводным локациям, добывая себе сначала небольшую пищу, набирая сил, развивая навыки и делая всё, чтобы обеспечить себе комфортное будущее. Акула живёт по своим правилам и законам, которым тебе предстоит ещё привыкнуть, чтобы добиться успеха. Делай заплыв на глубины и отправляйся прямиком в порт, где ты сумеешь напугать, а затем и съесть туристов на пляже. Игровой процесс достаточно разнообразен, а также предоставляет игроку полную свободу действий. Более того, мир вокруг тебя будет полностью открыт, поэтому ты сумеешь изучить любую, даже самую секретную глубинку. Графика отлично продумана и позволит с головой окунуться в игровой процесс. Might of Scared – захватывающий дух игра, которая является отличным представителем жанра хоррор с элементами выживания. Первым делом стоит отметить то, что все действия происходят с видом от первого лица, что и обеспечит игроку полное погружение в пугающую атмосферу. Познакомься с главным героем Томасом Эвансом, жизнь которого перевернулась с ног на голову ровно в тот момент, когда без вести пропала любимая девушка. События отправляют нас в прошлое, а именно в 1898 год на просторы мрачного отеля, где и будут происходить основные действия. Томасу необходимо отправиться в это злоболучное место, чтобы наконец найти ответы на вопросы и спасти возлюбленную. Прибыв на место действия, ты понимаешь, что оказываешься в самой настоящей ловушке, выхода из которой кажется не найти. Предстоит сразиться с пеленой мрака, пройти испытания и не раз оказаться перед лицом смерти. Не теряй рассудок и доведи дело до конца, чтобы раз и навсегда истребить зло. На пути будь готов столкнуться с кровожадными монстрами, запутанными головоломками и преградами, которые с легкостью отберут твою жизнь. Будь внимательным, расчетливым и отважным, ведь именно это поможет главному герою выжить. Вир 2С – ролевой игровой проект, который отправляет нас на просторы Дикого Запада. События происходят в прошлом, а именно в 19 веке, когда Америка только начинала свое становление в роли сверхдержавы. Множество территорий остались так и неосвоенными, и именно здесь зародилась бескрайняя пустыня с отсутствием цивилизации. Большую часть местных жителей составляли разбойники, главная цель которых была в легком обогащении. На грабежах проблемы не заканчивались, так как неподалеку находился Лельс, кишащий жуткими смертоносными монстрами. Нам же предстоит взяться за исполнение главной роли – роли ковбоя, который становится на пути сопротивления и постарается сделать все, чтобы избавиться от врагов, дав надежду местным жителям на светлое и безопасное будущее. Отправляйся на полторы сотни лет назад, оснасти себя мощным боевым арсеналом и сделай все возможное, дабы раскрыть тайны прошлого Дикого Запада. Рекоры – игра в жанре экшена, где ты попадаешь в уникальный мир с не менее увлекательным сюжетом. История поведает нам о том, что роботы по всей Земле захватили власть над планетой и человечеством. Главной целью этих коварных железяк является вытеснение человеческого рода с Земли. Они намерены не только захватить власть, но и ресурсы, а также прочие прелести, которые таит в себе наша родная планета. Но не все роботы стали вести такую операцию. Многие были против и встали на сторону человека. Это породило жестокую и масштабную войну, где сразятся роботы против человека. Мы узнаем о главной героине – девушке по имени Джуэл, которая готова пойти на все, чтобы противостоять силам жестоких захватчиков. Теперь она готова даже к самым опасным схваткам, тем самым избавляя мир от сторонников зла. Многие роботы стали на сторону нашей героини, и теперь они вместе намерены достичь поставленной цели и вернуть миру покой и процветание. Evil West – крутое сочетание экшена и шутера с видом от третьего лица, где мы отправляемся на борьбу со злом. Сюжетная линия поведает о том, как было совершено вторжение обителями зла в виде жутких монстров и коварных бездушных тварей, разрушающих все на своем пути. Ты сыграешь роль отважного воина, который становится на пути сопротивления и готов сделать все возможное, чтобы спасти родные Земли и оставшись в живых на ней людей. Игрок принадлежит к сверхсекретной организации, и на его плечи ложится последняя надежда человечества на спасение. Важно действовать осторожно, проявляя навыки тактического планирования, а также смекалку, чтобы не дать монстрам и шанс-то достичь желаемого. Главной особенностью игры является наличие как одиночного, так и кооперативного режима, где первый позволит как следует отточить свои профессиональные навыки, а второй – отлично провести время в компании друзей. Графика также круто исполнена и способна с головой погрузить тебя в этот мрачный и непредсказуемый мир. God Eater 3 – проект, разработанный в жанре экшена с элементами RPG. Здесь тебе предстоит отправиться на уничтожение соперников, но справиться с задачей будет непросто. Игра включает в себя хорошо исполненную графику, приятную анимацию, яркий и открытый для совершения мир, а также ряд увлекательных миссий с разной степенью сложности. История расскажет тебе о мире, в котором ведется нескончаемая война. Из мира зла явились страшные создания, которые забрали во власть человеческие души и несут хаос по всей планете. Такие действия со стороны зла повлекли за собой жуткие последствия. Сделал в том, что покоренные созданиями людьми стали превращаться в мутантов. Одного из мутирующих ты и сыграешь. Ты был создан с одной миссией на земле – уничтожать всех вражеских созданий. Теперь человечество становится на пути восстановления справедливости и готово дать отпор всем жутким тварям, которые посмели разрушить землю. Мутирующие создания наделены особой силой и возможностями, поэтому у людей появилась надежда на светлое будущее. Армия мутантов отправляется в самую масштабную битву, где в поединке столкнутся твари разного вида. Маддисон. Наполненный мистикой, держащим в напряжении хоррор, наделенный незаурядным сюжетом и массой мрачных тайн. Первым делом познакомимся с главной героиней – молодой девушкой, которая по совершенно неизвестным обстоятельствам очутилась в незнакомом замкнутом помещении со свежей кровью на руках. Немного придя в себя, изучив окружение, она понимает, что стала частью демонического ритуала, где точно потеряешь жизнь. Теперь тебе предстоит выбраться из этого злополучного места, не дав противнику завершить задуманное. Ты окажешься на просторах места, существующего где-то между миром живых и миром мертвых, из которого выбраться не удавалось никому. Отправайся на исследование многочисленных локаций, добывай ценные ресурсы и решай головоломки, чтобы увеличить свои шансы на спасение. Враг не дремлет и будет следовать за тобой по пятам, поэтому важно быть максимально внимательным, чтобы не оказаться в его коварных лапах. Подключи хитрость и добейся поставленной цели во что бы то ни стало. Коурос. Игровой проект, разработанный в жанре шутера, который позволит нам отправиться на космические просторы для выполнения важной миссии. Первым делом познакомимся с главной героиней по имени Нара, отважным пилотом и бывшей сторонницей жуткого культа, которая теперь намерена столкнуться со своим прошлым и уничтожить организацию. Вместе с товарищем по команде ты отправляешься навстречу невероятным приключениям, принимая участие в исследовании окружающего мира и сражаясь с множественными оппонентами на пути к успеху. По мере следования игра позволит нам всячески модифицировать не только главную героиню, но и ее боевой арсенал, чтобы тот был всегда заполнен еще более мощным оружием и атрибутами защиты. Враги будут самыми разными и к каждому виду необходим особый подход. Именно поэтому старайся всегда подключать навыки тактического планирования, а иногда и хитрость. Что касается графической рисовки, то она была проработана на отлично и позволила нам стать полноценной частью этой пугающей и одновременно захватывающей атмосферы. Quantum Break – гремучая смесь экшена и шутера, где ты отправишься на исследование мира и примешь участие в сопротивлениях между сторонниками зла и сторонниками добра. Ты узнаешь историю двух героев, которые неизвестным образом в один прекрасный момент обрели сверхсилу, а если быть точнее, стали обладать невероятными способностями. Прошло время и один из героев решает сделать все возможное, чтобы захватить власть над новообретенной силой. Другой же, напротив, хочет остановить первого и вернуть время спять. Оба героя вынуждены попадать в череду жутких событий, выход из которых найти не так уж и просто. Данный проект был создан из двух частей. Это игры по совместительству с сериалом. Периодически твой взор будет посещать видео вставки с определенной информацией, которая поможет тебе продвигаться все дальше и дальше по сюжетной линии. И вот мы добрались до конца этого видео. Надеюсь, что мой топ-10 игр для средних ПК помог вам найти новые увлекательные приключения. Неважно, любите ли вы стрелялки, симуляторы или РПГшки, это видео имеет игры для всех вкусов. Помните, что несмотря на ограниченную мощность вашего ПК, мир игр все равно останется для вас открытым. Увлекайтесь любимыми играми, наводите порядок в других вселенных, станьте героем или правителем. Возможности бесконечно. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся уже в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok